Мы рассуждали, начало истории Авраама – это выход из Ура Халдейского. Да, путь христианина – это выход. Это путь. На пути может быть остановка. Вот он должен был постоянно быть в пути, Авраам. Он должен был идти. Это прообраз того, что мы должны постоянно быть в пути. Можно остановиться, не идти. А можно сбиться с пути. Сбиться с пути – это значит потерять дорогу. А все дороги ведут куда, если мы теряем дорогу? В Рим, да? Если говорить языком прообразов, все дороги ведут в Египет. Если вы припомните историю Моисея, то 10 казней Бог должен был применить, чтобы Египет их отпустил. И когда они вышли из Египта, то очень долгое время Египет из них не выходил. Мы разбирали с вами это в прошлом году. Мы с вами увидели, с чего начинается Египет. Египет сначала изменяет внешность человека. И человек должен сообразоваться. Есть Писание, которое говорит, сообразуя смерть Иисуса Христа. Есть место Писания, которое не сообразуйте с веком сим. Так вот, сначала происходит сообразование с веком сим, внешнее. И вот мы наблюдаем с детских лет, происходит сообразование. А потом происходит сообразование внутреннее. Кстати, очень, считаю, как бы режиссер очень сильно показал, он говорит, что я не насилую, я никому не приказываю, я не насилую. Я хочу, чтобы ты захотела стать женой Египта. Понимаете, вот это то, что хочет Египет. То, что хочет сатана. Он хочет, чтобы ему поклонились. Вот взять силы, арестовать, убить, проявить насилие. Это будет победа, это будет верность. А согласиться с ним, а согласиться надо сначала сообразоваться внешне, а потом надо сообразоваться внутренне. То есть, вот, нужно принять внутренне эту культуру, нужно принять эти цели, нужно принять эти ценности. И тогда человек, когда принимает, он становится полным рабом Египта, он становится полной собственностью. И, кстати, если бы она не проявила, вот, внутреннего, скажем, своей настойчивости внутренней, она бы просто сдалась, вот, и, как бы, просто потерялась. Египет страшен. Мы будем еще возвращаться к образу Египта. И, кстати, вот здесь показывается отступление двоих человек. Здесь показывается отступление Авраама в Египет, или уклонение. И еще у нас будет предстоящий Лот, который тоже здесь попал в плен, и видел все, и не извлек из этого урока. Если Господь вывел Авраама, вот, то Лота уже вывести было невозможно. Его вывели физически из Содома, но духовно Лота уже не смогли вывести ангелы. Вот, поэтому осталась жена с соляным столпом, и дочери, как бы, скажем, он дочерей потерял, вот, и все. То есть нам страшен Египет. Итак, отступление в Египет, предательство Сары и защита Бога. Сильно звучит, сильно, как бы, резко предательство Сары. И когда Света уроки форматировала, вот эти бумажечки, наш план, она тоже мне это говорила. Я говорю, ну, давай подберем слово вместе. Вот как заменить поступок Авраама? Я не мог найти подходящее слово, как только то, что предательство Сары, хотя у него это в мыслях не было. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в той земле. Был голод. Это самое страшное, потому что голод – это смерть. И кажется, что выбора нет. И сошел Авраам в Египет пожить там. Здесь понятно, что он знал, что это не та цель, куда его ведет Господь. Он сошел. То есть он сознательно уклонился с пути перед надвигающимся голодом. Он просто хотел пожить там, потому что здесь голод усилился, и на его плечах лежит ответственность за все. За себя, за свою жену, за свой народ. И, обратите внимание, как он понимает, на его ответственности еще лежит и ответственность за Божий план. Ибо Бог обещал произвести через него великий народ. И если он умрет, то как же Бог сможет выполнить свой план? То есть, применительно к Божьему плану, Авраам применяет свой разум. И он сходит в Египет. Но есть очевидный признак, который совершенно понятен, что Египет это был не его путь. Египет ничем не отличался от Ура Халдейского. И одно только это, уже понятно, что Бог не может в качестве какой-то временной меры нельзя отступать туда, откуда ты вышел. Это понятно, что это уже не Божий путь. Это первое. Почему такое могло случиться? Всегда должна быть какая-то граница, какое-то понимание, что такое назад, что такое отступление. Даже когда мы двигаемся вперед, нам должно быть понятно, когда человек останавливается и когда человек движется назад. Если понимать, откуда он вышел из Ура Халдейского, то движение в Египет это было бы уже отступление. Это была бы дорога назад, дорога от той цели, куда его ведет Господь. Ориентир на внешние обстоятельства уводит с путей веры и лишает Божьей защиты и Божьего благословения. Есть два человека у нас. Есть человек внутренний, дух, и есть душа. Дух рождается от Бога, и дух руководим Богом. Душа дана человеку, она выполняет функции самоуправления или функции заботы о теле человека, но не о судьбе. Душа не обладает дальновидностью, душа не может смотреть вперед, она не может понимать Бога, она не может слышать, она только голодна, она говорит, что поешь, холодно, укройся. И если у человека нет законного пути поесть или еще что-то сделать, она ему тогда говорит, укради или еще что-либо сделать. Ее задача защита тела, защита внешней жизни человека любым способом. Это душа. Другими словами, вот как зверь, он когда голоден, у него нет совести. Кошка мышку ловит, вот играется с нею, и как бы вот еще думает, что там, значит, хозяин должен ее хвалить за это. У ней нет ни жалости, ни совести, ничего. Совесть находится в духе. И вот человек, здесь это сильнейший проброс, когда человек сталкивается перед выбором, перед голодом, перед своим трезвым разумом, что делать, и перед духом. Но здесь требуется школа. Я думаю, что вот путь Авраама проходит каждый человек, он должен понять, раз и навсегда, куда ведут пути отступления. И что значит идти по своему разуму. И что значит отвергать голос духа. И однажды, вот, пережив такой страшный опыт, потом человек помнит всю жизнь. К сожалению, не все. Это нужно было не только Аврааму, это нужно было Исаре, и это нужно было Илоту. И, кстати, Исара, Илот, в своей жизни потом повторили почти то же самое. Они пошли своим путем. Когда же он приближался к Египту, то сказал царе жене своей, вот я знаю, что ты женщина, прекрасная видом, когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, и убьют меня, а тебя оставят в живых. хитростью и неправдой дьявол непобедим. Вот я начал мысль, хочу еще раз вернуться к ней. Как понять, что такое отступление назад? Как не делать таких ошибок? Должна быть граница, за которой нельзя отступать. Я когда-то в проповеди проводил пример Христа, который перед крестными страданиями в Гефсиманском саду, понимая, что его ожидает, он молился и говорил, Господи, доминует чаша сия мимо меня. То есть, он говорил, душа моя оскорбит смертельно. Душа его оскорбила смертельно. Но у него была граница, за которую нельзя переступать. Слабость, она свойственна нам, потому что, как люди, мы слабые. И мы не можем преодолеть обстоятельства. Но мы сильны только тем, когда понимаем Божью волю. И Христос молился, если, возможно, доминует чаша сия мимо меня, но не моя, отче, воля будет, но Твоя. Вот граница, которую нельзя переступать. Ни в коем случае, Господи, это не должна быть моей волей. Не волей моего мужа, не воля моя, не воля ничья. А воля Твоя. И вот когда мы понимаем, что границей всегда, любого поступка, крайняя граница, есть воля Божья, тогда быстро приходит ответ. Ну, например, человек идет, взял конфетку вот здесь в лагере, распечатал ее и бросил на пол. И тут у него, если он в этом плане тренируется, рождается мысль, что ты сделал? Сразу у него есть сотни объяснений. Впереди бумажка, сзади бумажка, ничего страшного, буду идти назад, подниму, есть дежурная группа, ну, и много-много вещей. Я сильно спешу, меня ждет Евгений Константинович, Илья на кухне и так далее. И вот этот человек, у него, он или пойдет вперед, или вернется назад и поднимет бумажку. В каком случае он поднимет эту бумажку? Только в единственном случае, когда он сам себе задаст вопрос, какая воля Божья? Это очень короткая молитва. И когда он вполне искренне задаст тебе вопрос, во всякой хитрости, как бы он не спешил, у него появляется сила, он вернется, поднимет эту бумажку, бросит ее в урну и пойдет. И я еще хочу сказать, что сзади кто-то нечаянно будет смотреть за ним. Это будет его сын, его дочь или кто-то другой. А может быть, даже и не будет смотреть. Вот это и есть сила освещения. Почему я говорю о бумажке? Потому что абсолютно нет разницы присвоить, допустим, там, у парень какие-то деньги положить в карман, изменить жене, что-либо сделать, это не важно. Вот точно так, как человек поступает по отношению к бумажке, так точно он будет поступать во всех остальных случаях жизни, если он не задается вопросом, какая воля Божия. Мне когда-то один человек, можно сказать, друг, сказал, был один интересный момент такой, конфликтный, он говорит, Евгений, все продаются, только смотря за сколько. То есть цена вопроса. Бумажку, может быть, можно, как человек думает, вернуться и поднять. Цена вопроса. Чем выше цена вопроса, тем меньше людей, готовых платить любую цену за то, чтобы стоять на воле Божией. И это вопрос очень простой. Вот любое есть дело, любая есть цель в жизни. Вот, там, стенд этот сделать, сетку повесить, дрова нарубить, вкусное блюдо приготовить, прощение попросить, неважно, что из какой области. Мы поступаем в двух случаях. Либо мы поступаем, как считаем нужным, исходя из всех обстоятельств, либо человек ищет волю Божию. Это означает, или жить по духу, или жить по плоти. Когда-то в моей жизни был такой случай. В училище, которое я заканчивал училище, вели рабочую присягу. Значит, нужно было при общем собрании всех учащихся пройти, поклониться флагу, поцеловать флаг, подписать присягу, и тебе выдавали, значит, вот, свидетельство об образовании, или диплом, как это уже называлось, аттестат. И вот у нас было трое верующих, нам было по 16 лет, может быть, 17 лет было уже, и мы заперлись в одну коморку, и вот не знаем, что делать. Один в Америке, один Александр Васильевич Лагвиненко, вот в церкви, дом молитвы на Таирово. И вот, значит, мы трое верующих, и что делать? И никто не знает, что делать. Я тогда говорю. Я знаю одно, что я не сделаю. Я знамени поклоняться не буду. Вот как все остальное, я этого не знаю. А я знаю одно, что я не сделаю. И мы вот как на заклание вошли в этот зал. Сейчас бы я совсем по-другому пошел, я просто повернулся бы, плюнул, ушел бы и все. Но вот тогда мы были вот в плену, вошли в этот зал, сидим, дрожим, и первая моя фамилия, Радослава. А все выходят, значит, выходят, идут к знамени, на колено, поцеловали и подписывают так называемую трудовую присягу. Я обещаю строить коммунистическое общество, быть верным коммунистической партии, там, не подвести, там, все эти трудовые задания и так далее. И все хлопают и дают тебе диплом. И вот моя фамилия Радослава, первая. Наверное, так Бог судил, потому что я знал, что они сделают. И я прямым подхожу к столу, а он мне так показывает, что надо же вправо пройти в угол тут президиум, и в президиуме сидят представители производств, куда нас направляют, на мебельные фабрики. Ну, человек, может быть, 15 сидит. И вся главная администрация этого училища, и все представители, и полный зал учащихся. Это Островидов 86. А я, значит, к нему так подхожу, а он меня, значит, показывает туда, вправо, к знамя. А я говорю твердым голосом, громким голосом, я знамени кланяться не буду. И по залу баптист, 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 баптист. А нас, вот мы жили тогда, такое время было, и как бы мы не открылись. Мы, ну, вот, не было контакта, не было причины, чтобы это сказать. Мы жили, очень свято жили, ну, там пришли, поучились, уехали, и так далее. И вот никогда не было такого вот момента, чтобы мы открылись. И вот Бог судил так, чтобы мы не ушли из этого училища, не открывшись. И сразу люди догадались. Это, значит, Виктор Алексеевич, я очень хорошо помню, это заведующий учебной частью. Значит, вот так это, значит. Ну, говорит, хорошо. А мой мастер лысый, платочек вынул, и так голову промокает. Все, значит, вот сломался этот сценарий. Ну, говорит, садись. Потом он говорит, бездетка, тот с места, я тоже не кланяюсь. Там, значит, Лагвиненко, я тоже не кланяюсь. Вот нам было понятно, что мы не должны сделать. А как сделать, за это уже отвечает Господь. Так вот, дорогие мои, в любом деле нужно знать, что я не сделаю. Если твоя жена знает, что ты не сделаешь, то есть через что ты не переступишь. Если твои дети знают, через что ты не переступишь, тогда все знают, что ты за человек. Иначе все продаются, только смотря за сколько. И в данном случае здесь как раз была цена вопроса. Его жизнь. К сожалению, Авраам еще не обладал верой. Он должен был пройти эту школу, чтобы извлечь урок и стать человеком веры. И поэтому Бог формирует в нем его веру, которая через гены должна передаваться его детям, его поколению. И, по сути дела, он навсегда устанавливает Господь. Даже через его падение Господь показывает стандарт веры, стандарт святости. Скажите, что ты мне, сестра, дабы мне хорошо было ради тебя, дабы жива была душа моя через тебя. Очень хорошо выражено. Дабы жива была душа моя. Вот на что способен разум человека. Вот на что способна воля человека. Вот на что способны чувства человека. То есть, это есть душа в оригинале. Душа праведника. Душа человека, который вышел. Но, живя душой, живя своим разумом, своими эмоциями, человек перед лицом опасности, потому что цена вопроса сильно большая, он всегда будет поступать так. Потому что здесь можно в этом вопросе победить только в духе. Только в духе задать себе честный вопрос. Как выйти из положения? Не знаю, что делать, но я лучше умру, чем я предам тебя. Это понятно. А зачем предавать тебя, когда можно вообще не идти в Египет и умирать от голода? А уже там ответственный Господь. Но он не научился еще вопрошать дух. Слишком большая у него была душа. Наша проблема это наша душа. хитрая, коварная, продажная, заботящаяся за свою шкуру, стремящаяся быть первой, болтливая, занимающаяся сплетнями и всем чем угодно. Особенно, когда человек лидер и невостребованный, душа рвется. Многие вещи. И душа ведет человека в Египет. Любой ценой. Он сознательно идет. Тут как бы режиссер немножко скрашивает, но ситуация обнажается. Ситуация здесь более конкретное в Писании. И дальше все пошло по сценарию. Мне иногда говорят, когда я вижу вот разворачиваются какие-то события, я сразу, значит, ну, сразу вижу, сразу высказываю тревогу, потому что я знаю, к чему это приведет. Мне начинают рассказывать, что это правильно, это хорошо, вот это принцип такой и все прочее. Я иногда говорю, вспомните людей, которых уже похоронили. Вспомните людей, которых вот здесь вот сидели, одни в гробу, другие в мире, а третьи еще неизвестно где. Их поведение, как в Писании видно отрока по его занятиям, видно человека по его жизненной позиции, чем он закончит. Все, как только он уклонился с пути, как только он перешагнул ту заднюю границу воли Божьей, границу духа, дальше уже все пошло, уже дальше он ничего не может сделать. Почему? Он может дойти до точки, где еще Господь может проявить милость. Но чаще всего, как у Лота, это уже точка невозврата. То есть, если человек может учиться на ошибках, то Бог его спасет. И Бог через ошибку научит. Но, к сожалению, хочу сказать, таких очень мало. И вот подобно Лоту, это 50% был. Здесь второй хозяин был Лот. То есть, два человека были представители родства. Он и молодое поколение людей. Более инициативный человек, более образованный человек Лот. Он ничего не понял. Он пошел дальше, он пошел до своего конца. И увидели вельможи фараоновы, похвалили фараону, и взята была Сара в дом фараонов. И Аврааму хорошо было ради нее. и был у него мелкий скот, и крупный скот, и рабы были у него, и рабыни, и лошаки, и верблюды. Все правильно. Все очень правильно. Когда мы говорим, что мир это ужасно, ну где же ужас? Вы посмотрите, у него все было. Ему все хорошо. И ей там неплохо, и она там пристроилась. Здесь только удивительный образ Писания показывает, что он теряет самое дорогое, и не просто самое дорогое. Он хоронит всю божественную идею, весь божественный план, все. Вот на что способна душа. И так ему было хорошо. Смотрите, людям всегда свойственно измерять благословение Божие внешним благополучием. Конечно, если ты идешь на сделку со своей совестью, верблюды, если ты переступаешь волю Божью, да сатана тебе мешки с золотом подаст. Особенно, если ты праведник, особенно, если ты верующий, особенно, если ты христианин, особенно, если ты слышишь проповеди об освящении, о выходе из ура халдейского, и вдруг поворачиваешь на Египет, конечно, ты будешь иметь лошаков, конечно, ты будешь что-то иметь верблюды, и конечно, у тебя будут красивые рабы, красивые рабыни, но ты заплатишь самым дорогим женой и детьми. В лучшем случае у верующих брак не распадается, но они живут как чужие, без общения духа, а в худшем случае этот брак распадается, то есть это постоянные болезни, и в конечном итоге самая большая расплата верующий теряет своих детей. Не женится или женится себя, ну, человек женится неправильно, это самое страшное. Нет, здесь не уходы в мир, он в мир не уходит, он теряет душу, в конечном итоге человек теряет душу, человек мучается, он делает массу ошибок, он теряет благополучие, ну, почему мы говорим о семье? Ну, все равно вопрос вращается вокруг судьбы, понимаете, я почему говорю о семье? Все равно, как бы, скажем, конечная цель это семья, даже вот будем говорить у нас приходят пожилые люди, вот старшие люди, вот они в церковь приходят, смотрите, они образовывают семью, вот Саша, например, молотков, он был тяжело болен, казалось бы, все, и вот я смотрю, он расцвел, то есть все равно нормальное функционирование это семья, безусловно, не у всех это получается, но самое главное, она разрушается, он уже не может ее построить, оно уже все лишило своего смысла, почему? Потому что молодой человек, он теряет просто ориентиры, здесь можно говорить о жене, но вот когда он не женат, то в том-то и дело, когда он идет правильно, Бог помогает ему решить этот вопрос. «Египет потеря веры и упование на свои силы, на путях Божьих ты князь, и в Египте ты бесправный чужестранец, вот какая страшная правда, вот мы здесь, мы можем молиться, можем дерзать, мы можем умереть за Христа, мы можем страдать за Христа, но в Египте ты никто, там много таких отступников, понимаете, там их много, и поэтому там ты никто, за благо Египта ты теряешь семью, есть пути, которые окажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Что значит кажется? Вот это вопрос души, душа смотрит, и она решает, она все, она все, у нее все запланировано, туда, так, предусмотреть, все благословения, все хорошо, этого хочет душа, но она другого не понимает, она не видит дальше. Вот совесть еще способна, интуиция в духе способна, и голос Божий надо услышать, вот где эта граница, душа это всего не веет, поэтому она рисует человека благо, человек очень хочет, чтобы его обманывали, он хочет, чтобы ему говорили приятные проповеди, вот, ну, чтобы была приятная, все, и надо так и ублажить душу, чтобы человек воодушевился, обрадовался, это наркотик, укололся, ему хорошо, вот, и все прочее, он ищет, вот это ищет душа, но ведь главное, куда мы приходим, а не как нам сейчас кажется, но Господь поразил тяжкими ударами фараона, и добива засару, жену Авраамова, то есть с милостивым Господь поступает милостиво, с мужем искренно и искренно, с искренним чисто, а с лукавым по лукавству его, вот здесь принцип, здесь вот нужно сказать, что это была слабость Авраама, это была слабость, Бог слабость прощает, коварство, лукавство, обман, хитрость, Бог не может простить, вот то, что мы слабы, это нам естественно, то, что мы изнемогаем вере, это тоже естественно, но когда человек упал и плачет, и осознает, и хотел бы вернуться, Бог ему в помощь, но в том-то и дело, что душа не хочет изменяться, душа не хочет выпустить человека, она его дальше уговаривает, она дает ему надежду, то есть точно как наркоман, вкалывает все больше и больше порцию наркотиков, себя успокаивает до смертного часа, вот так происходит с душой, но Бог с искренним поступает искренно, фараон призвал Авраама и сказал, что ты сделал со мной, для чего не сказал мне, что она жена твоя, для чего ты сказал, она сестра моя, вот жена твоя, возьми ее и пойди, и дал о нем фараон повеление, людям, и проводили его, жену его, и все, что у него было, почему Авраам сошел с путей веры, Авраам не имел границы, за которую нельзя отступать, при любой угрозе, он ее еще не сформировал, у него не сформировалось это убеждение, и он понял, что у него должно быть защита, каждый человек должен знать, через что он не переступит, он должен знать, что он будет ошибаться, хотя бы опытным путем, обжегшись раз или два, он должен как бы выработать в себе это чувство Бога, и чувство границы, но душа ему не даст, вот в том-то и весь вопрос, что нужно повезти ее на крест, тогда он может узнать эту истину, Авраам принимал решение по любви к себе, и к своему имуществу, вот это шкурный вопрос, вот это то, о чем я говорю, что каждый продается только смотря за сколько, инстинкт самозащиты привел его к самоуправлению, самоуправляемый разум заставил его принести в жертву жену и планы Бога, почему Лот не усвоил урок Египта, мы возвращаемся сейчас к Лоту, почему же Лот, помня, что случилось в Египте, почему же он, пришли два ангела в Содоме вечером, и Лот сидел у ворот Содома, то есть Лот вернулся в этот Египет, Лот не усвоил уроки Египта, и это привело к разрушению всю его семью, в любой безвыходной ситуации всегда есть правильное решение, не делать того, чего нельзя, и делать то, что можно сделать, совесть христианина всегда указывает на эти два ориентира, выбор верующего зависит от принципа, по которому он живет, по плоти или по духу, невозможное человеком, возможно Богу, путь к победе, умереть со Христом, Христос умер за грешников, чтобы грешник мог умереть во Христе, вот это очень важная мысль, друзья, мы всегда опираемся на половину спасения, пол спасения Господь простил мои грехи, а второй вопрос, что делать с душой, которая тянет меня в Египет, душа должна умереть, не в том смысле, что она должна лишиться жизни, а она должна жить под управлением духа, но это означает смерть, она должна потерять свою управляющую роль, и это можно, Христос умер для того, чтобы наша душа могла умереть в нем, чтобы грешник мог умереть во Христе, но многие приходят ко Христу не для смерти своего я, но для его облагорожения, я вот не мог это слово подобрать, вот лучше, то есть мы не понимаем, что от я надо отречься, я это источник конфликта, вот пока человек маленький, но как только он что-то вырос, я знаю, если он уже научился ложку держать, я сам, старше стал, дайте дорогу, самое главное ему внушают в этом мире, надо делать изменения, вы знаете, как вот кругом разрушают сегодня страны, Ливию разрушили, в другой стране, молодежи внушают, вот я провожу пример, Ливия была богатая страна, управлял Каддафи, 7 тысяч долларов каждый год давали каждому жителю, за продажу нефти, представляете, вот просто 7 тысяч, бензоколонки заправлялись бесплатно, образование, медицина, все было бесплатно, очень богатая страна, этот Каддафи задумал на запад, не продавать нефть за доллары, а продавать за, за собственную валюту, за динар, то есть он хотел разорвать экономическую зависимость, он хотел перерабатывать нефть и продавать уже не нефть, а готовый продукт, он хотел перестать покупать продукты питания, многие товары, а на вырученные деньги основать у себя производство, то есть, другими словами, он хотел полностью отрезать себя от запада, и его нужно было убрать, сделали очень просто, внушили молодым людям, которые купались вот в жире, как вареник в масле, внушили, что нужны изменения, подняли их на бунт, разрушили всю эту самую, убили его, снасиловали, крючками таскали его по городу, разрушили всю страну, превратили ее в пыль, сегодня там враждебные группировки, и качают спокойно нефть. Вот очень простой пример, надо изменения? Надо. Идите, учитесь, разрабатывайте проекты, делайте, но нельзя ломать то, что работает, понимаете? Нельзя ломать, потому что остановится жизнь. Но в том-то и вещи, все эти современные революции, это, по сути дела, расчищает дорогу к коньки Христу. То же самое происходит и сегодня в церкви. На Голгофе три креста. В любом случае, один из них твой. В любом случае. Это что значит? Можно умереть во Христе, на кресте, а можно умереть, как разбойник. В любом случае будет смерть. То есть, или тебя догонит твоя смерть, твоя душа, и ты умрешь там, как разбойник. Либо ты умрешь во Христе и будешь жить. Почему Господь сказал, кто хочет быть моим учеником, отвергни себя. Как? Умри во мне. Отвергни себя. Умри во мне. Вот там это можно. И возьми этот крест, и каждый раз, когда твоя душа будет возникать и соблазнять, ты будешь ее посылать на этот крест. Возьми этот крест. И ты будешь успешен. Поэтому есть выбор. Вот эти три креста. Но разбойник на одном кресте, я говорю по правой стороне, он выбрал Христа. Эти кресты совместились. Он умер во Христе, и он получил вечную жизнь. Можно остаться на том кресте, но смерть будет по-любому. Ибо он попал, Авраам попал в Египет, и у него было хорошо, но он умер, Сару отдал на крест. И это было начало болезней, и там бы кончился и весь народ. Вы помните, даже когда народ произошел от Иосифа, уже когда переселились они туда, и прошло сколько там, 400 или 300 лет, меньше даже. Нет. Но это 400, они уже вышли. А когда умер фараон, который знал Иосифа, сменились поколения, и их стали, как бы, если они сначала в почете были, дошло до того, что мальчиков бросали в реку Нил, чтобы ограничить их рождаемость. То есть, все равно, Египет придет к своему, он будет уничтожать, и будешь ты там рабом. Верно слово, если мы со Христом умерли, то с ним и оживем. Но христианский путь – это смерть. Это со Христом нужно умереть. Вот только тогда. А что такое умереть? Бросил бумажку? Идешь, спешишь, тебя твои планы, твои желания, и в конце концов, твое достоинство. Сказал ты грубое слово, или хочешь ты сказать, хочешь проявить обиду, свои амбиции, или еще что-то. Дух Святой тебе говорит, стоп. Духи, если ты верующий человек, если ты не верующий, человек ничего не слышит. Если этот человек невозрожденный, он живет от плоти, от начала и до конца. Там все плотское. Все хорошее, все верующие, он может петь, играть и проповедовать. Но если у него дух не родился, то он плоть. В данном случае, если у него есть жена, должна молиться жена за мужа. Если есть муж, должен молиться за жену. Либо он плотской, либо он вообще душевный. Но если он родился во Христе, сразу он чувствует импульс. Остановись, извинись, остановись, подними бумажку, сделай то, или сделай это. Но здесь нужно отдать свое я на крест. Это очень маленький крест, нагнуться, поднимать бумажку. Но я вам скажу, это работает. Но как это работает? Ты подобрал бумажку, дальше надо будет помыть котел, надо помыть посуду, надо уступить место, надо закрыть свой рот, не развязывать свой язык, надо простить брату. Это каторга. Это путь на Голгофу. И вот, а все начинается с бумажки. И человек понимает, чем это закончится. Это закончится Голгофой. А душа его умирать не собирается. Он стал верующим, чтобы лучше жить, а не умирать. Но я хочу сказать, в любом случае, на Голгофе один крест твой. И делай выбор. На чем умирать? Если мы со Христом умираем, то с Ним будем жить. И Слово Божие говорит, с Ним будем царствовать. Аминь. Слово Божие говорит,